Всем привет, друзья! С вами Закупач. И сегодня я, ну, не по принципам, короче, снимаю обзор. Обычно я стараюсь посмотреть мультик и потом снимать обзор. А этот мультик мы еще не смотрели. Это у нас Лука. Мультфильм от компании Pixar. Ну, возможно, да, мы на днях как раз его посмотрим. По-моему, он наиве появился. Там, по-моему, платно можно купить его рублей за 250. Вот. И, значит, снимаем фигурки. В магазине есть три вида фигурок. Главный герой Лука, это Лука Пагуру. Потом его друг, это Альберто Скорфано. Вот он он. И еще есть набор, где они на мопеде. Где они на мопеде, и они одеты в нормальные костюмы людей. То есть, ну, как бы они в облике людей. То есть, можно... Еще тут, видите, написано, что вот эти фигурки можно менять местами с частями тела человеческими. И получится у вас, к примеру, ваша фигурка зашла на половину в воду, и у нее, типа, ноги монстра, а верх человека. То есть, нужно еще купить до полной коллекции набор с человеками на мопеде. Вот на таком мопеде. Да. В общем, ставьте лайки. Если вам понравится такой обзор, мы купим набор большой с людьми, которые стоят 2200 рублей. А так, вот одна такая фигурка стоит 1000 рублей. Давайте начнем распаковку, наверное, со второстепенного персонажа, вот с его друга. Написано, что эти фигурки могут менять цвет в воде от 0 до 15 градусов, типа, синяя, от 35 до 42 градусов, типа, красный оттенок. И, а по центру какой цвет будет, непонятно. Но мы это протестируем. Давайте откроем. Открывается тяжко. Ну, за 1000 рублей это, по сути, уровень фигурок Hasbro. Но, вроде как, смотрите, он подвижный, да, он нормально-таки себе подвижный. У него крутится голова и наклоняется. То есть, это вам, конечно, не Legends фигурки эти. Не супер. Но, вообще, такое качество, знаете, ну, так себе. Вообще, цена такой фигурки рублей 400. Но они ее продают за 1000. Возможно, скоро будут распродажи. Так, шея крутится вокруг головы. И это именно вид, где он как чудовище, как русал. Я бы их называл русалка. Вот, русалка. Русал. Так, смотрите, у него в локтях сгибаются, да, руки. Пальцы никак не сгибаются. То есть, именно двигаются плечи, локти и все. То есть, можно делать ему любые выражения лица. Также он в поясе крутится. То есть, его можно развернуть, как вам нравится. Ножки крутятся и в коленях тоже сгибаются. И в коленях тоже крутятся. О, он садится на шпагат. Он может делать идеальный шпагат. То есть, на мотоцикле, скорее всего, они смогут нормально-таки себе ездить. Чик. Так, сгибаем. И хвост у него крутится и даже сгибается. То есть, даже хвост можно вращать. Тут даже есть поворотный механизм хвоста. Во. Надо будет посмотреть мультик. Я так не могу понять, кто это. Они драконы наполовину. Но я как понял, когда они в воде, они выглядят как морские чудовища. Как только они выходят на сушу, то они принимают человеческий облик, да? Да. Что-то такое я видел. У них огромные ноги с ластами. Но он упирается на хвост, поэтому стоит хорошо. Без хвоста, я думаю, поставить его будет крайне тяжело. Да, у него какие-то слишком... У него суставы слишком такие мягенькие, знаете, чуть-чуть их тронешь, они уже двигаются. Так, ладно. Друганчик у него готов. Давайте теперь посмотрим на главного персонажа. Лука. Это, я так понимаю, самый добрый мальчик. Наивный, да? Который есть в мультике. Да. Который верит в чудо. Я заранее во вкладке сообщества попросил своих подписчиков написать отзыв про мультик. Так что в конце видео я покручу фигурки на столе и прочитаю вам комментарии своих подписчиков. Смотрите-ка, у него вот такие же волосы, да такие фиолетовые. Кстати, прикольные волосы, они прям переливаются, видите, на солнышке. Хорошо сделаны. Голова наклоняется. Он кивает головой туда-сюда. Да, язычок чуть-чуть показывает. Руки также крутятся, ворочаются, как и предыдущего. То есть вообще они, ну, по артикуляционным возможностям они одинаковые абсолютно. В поясе крутятся, коленочки сгибаются. Вот можно танцевать, он тебе с колена вынется. По-моему, вынимается. Да, вынимается. Вот, про что я вам говорил. Можно вынуть ему руку и вставить руку человеческую сюда. Из набора, где люди они. По-моему, можно и ногу, значит, вынуть, да? Или это не точно? Ладно, не буду. Так, ну руку точно можно вынуть. Да, руку можно вынимать. То есть теперь понятно, почему они так легко сгибаются. Потому что они могут выниматься, чтобы можно было кастомизировать их с фигурками, где у них человеческий облик. Ого, ничего себе, он же кичан. Вы только посмотрите. Йо-о-о! Фью-фью-фью! Так, хвост у него также поднимается вверх и чуть-чуть наклоняется. И хвост, по-моему, можно отсоединить. Нет? Да, хвост также отсоединяется. Ну, что-то как-то страшно отсоединять. Лучше это делать больше не буду. Да, хвосты отсоединяются, всё отсоединяется. Что у него написано? Написан какой-то номер. И, скорее всего, эти фигурки сделаны в Китае, как и всё остальное. Ну, конечно же, знаете, фигурки сделаны чисто ради того, чтобы срубить бабла. Суперкачества я в них не вижу. Тысячу рублей они, безусловно, не стоят. Но если вам понравится мультик, почему бы себе не купить такого персонажа, поставить на полочку. Но играть ребёнок в это долго, я думаю, не будет. Хотя, Милан, тебе нравится? Да. Милане нравится. Вот он, видите, он даже стоять не может, потому что они такие разбалтанные. Ну, как... Разболтанные суставы, потому что они сменные. И они прям что-то как-то плохо держатся. О, он уже меняет цвет. Где? Давай, на хвосте, синий. О, да. Ну-ка, это я его подержал, потому что... А, нет, это от тепла он, наоборот. Ну-ка, смотрите, вот синий хвост, да? Вот ещё здесь синий. Смотрите, я держу его. Нет. Всё, сейчас пойдём в воду. Сейчас будем проводить с ними эксперименты, как они будут менять цвет. Итак, сейчас будем смотреть, как они будут меняться. Справа горячая вода, слева холодная. Давай, горячая. У них гребень меняется. Именно волосы, гребень на хвосте. Так, ну так у него волосы фиолетовые, да? Дай волосы сначала. Дай в холодную теперь. И чё? И ничего. Ничего не меняется. Давай хвост. Ну, ты стукай. Не, ничего не меняется. Так, этот у нас не меняется. Чё-то не работает. Или работает, но очень плохо. Вода 70 градусов. Давай. О, смотрите, розовые волосы стали. Обалдеть. Ну-ка. Наверное, надо подольше. Да, дольше, дольше держи. Хотя в воде, видите, лед аж плавает. А, да, вот он начал, видите? Да, он медленно становится синим. Надо здесь лед. И чё, коснуться льдом? Да. Потереть ему хвостик льдом? Да, становится синий. Давайте гребень проверим его. Давай, да. Он фиолетовый. Да? Розовый становится. Надо ставить. Оставь вот там. Давай того. Так, давайте ещё раз. Вот он фиолетовый. Он светлее становится. Ну, он становится чуть розовее. Но не так хорошо. У того, по было прям сильно заметно. Ну, да, нет. Этот вот точно. Да, вот этот, его друг, меняет цвет в воде лучше, чем главный персонаж. А на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меняет цвет плохо. Мне не нравится. Вот Hot Wheels машинки лучше меняет. Всем пока. Итак, друзья. Я спросил на вкладке сообщества на YouTube-канале Закупач. Как вам фильм Лука? Ну, мультфильм. Давайте почитаем комментарии. Вот, аж 43 комментария. Но я, наверное, выберу самое интересное и зачту. И посмотрим, что думают об этом мультике мои подписчики. Ёжик в тумане. Мультик лишний раз напоминает о кого-то и учишь, что неважно, как ты выглядишь, какой у тебя цвет кожи, какой ты национальности и так далее. Главное то, что у тебя в душе и сердце. И неважно, что о тебе думают другие. Как бы они не пытались тебя сломать, нужно всегда оставаться собой. Идти к своим целям и мечтать. Не теряя веры в себя и в добро на пути обязательно встретить. Те, кто тебя полюбит, какой ты есть. It is. Лука очень понравился. Я даже в конце плакал. Алексей Циберный. Я смотрел, мне понравилось. Белла. Я смотрел, мне понравилось. Максим Лавров. Я смотрел, мне очень понравилось. Офигенно и смешно. Канал Ракушка. Очень классный, мне очень понравился. Муравьиные новости. О, я аж заплакал. Это же Лука, мой любимый мультик. Женя Славинская. Написала хороший, добрый мульт на один раз. Херобринка Про понравился. Зе Ющик. Хороший мульт про дружбу, семью, взаимоотношения. Глубже, чем многие современные мультики. Варвара Юшкова. Круто. Алекс Продакшн. Я хотел туда сходить, но, увы, не получилось. Чип пишет. Он может превратиться в человека, как и в рыбу. Он находит себе друга и отправляется в город. Там они находят подругу и у нее живет. Потом он участвовал в конкурсе и выиграл. И потом он уехал в школу с подругой, а друг его остался. О, спойлеры. В целом мультик всем нравится. Но главный посыл, я так понял. Смотрел в кино, нормальный мультик показался немного детским и наивным. Но это делалось специально. Чтобы самые маленькие поняли суть. Это Ник Фев написал. Один из любимейших мультфильмов и однозначно лучший мультфильм от Pixar. Летняя атмосфера отлично переплетается с крутой историей о верных друзьях. Pixar сделали настоящий шедевр. Это Сайвел Домингес пишет. Отзывы хорошие. И я посмотрел общую оценку на кинопоиске. По-моему, 9,1. То есть можно сходить в кино. Сайвел Домингес пишет.